Здравствуйте, меня зовут Антон, и я администратор 3Ginfo.ru. Не так давно на прилавках в салонах Megafon появился планшет Irbis TZ55, и он продается под старым, так сказать, лозунгом «Планшет для водителя». Первым планшетом у нас был Oster с T72HM, и тогда он, кстати, неплохо зашел, и поэтому Megafon решил продолжить. В общем-то, на деле это обыкновенный дешевый планшет, как и все остальные, они даже выглядят одинаково, и на них там тачи одинаково подходят. Но Megafon его позиционирует для водителя, потому что у него предустановлен Яндекс.Навигатор, и можно типа смотреть пробки, так как на планшете есть 3G. Характеристики у него стандартные, 5-й Android, парочка так себе камер. Ну, здесь вот 8 гигабайт места, это, в принципе, неплохо, можно, если что, на VTEL даже будет поставить. И, в общем-то, все. Планшет, естественно, заблокирован на оператора Megafon, и письменных каких-то отзывов не написано. То есть, по факту, никакой информации о данном планшете нет, поэтому он у меня лежит на столе. Я какое-то время успел им попользоваться и даже чуть-чуть повредить стеклом. Ну, да ладно, давайте теперь рассмотрим его на камеру. Ну, и давайте посмотрим на его очень даже стандартную комплектацию. Коробка красивая, спереди планшет, сзади его краткие характеристики. Также давайте мы вскроем эту коробку и обнаружим USB кабель. Успел затестировать, довольно толстый заряжает. И также зарядное устройство с силой выходного тока в полтора ампера. То есть, в принципе, если есть желание, можете заменить на 2 ампера зарядку. И также гарантийный талон, где стоит даже печать мегафона и инструкция. В отличие от мобильных телефонов, в Airbus не пожалели денег на инструкцию, и она действительно пригодна для прочтения. Также давайте сейчас отложим это все дело в сторону. И также мегафон предлагает взять к данному планшету следующий аксессуар. Это Powerbank с заявленной емкостью 5000. Это, ну, как бы идет дополнение. Раньше шло автозарядка и крепление на стекло. Сейчас предлагается на выбор вот такая вот сомнительной сборки баночка. Она хотя бы работает. Также зарядка в прикуриватель на полтора ампера. Когда покупался первый планшет для водителя, я туранул с него зарядку, вставил в автомобиль, долгое время использовал. Зарядка на один выход, поэтому мне потом пришлось купить чуть-чуть на больших разъемах, так как техники в автомобиле возится со мной достаточно много. Но зарядка очень даже работала, действительно заряжала, и проблем никаких. Само крепление на стекло можно, в принципе, будет увидеть, когда мы будем тестировать GPS, так как планшет держался на нем. И, кстати, крепление, оно очень удобное, потому что я его когда-то сломал, потом покупал еще, я их ломал быстрее, и это крепление показалось самым живучим. Ну и теперь давайте возьмем в руки сам планшет и посмотрим, что он из себя представляет. Ну и давайте посмотрим на то, что он из себя представляет. Сзади крышка с таким текстурным материалом, то есть она ощущается, планшет в ней не скользит. Видим непосредственно бренд, видим эту маленькую убогую камеру, видим модель планшета, динамик для каких-то громких звуков. Спереди у нас все стандартно, ничего нового. Динамик для того, чтобы использовать его в качестве мобильного телефона. Фронтальная камера. Сверху расположились разъемы для зарядки и разъем для наушников. Снизу, в принципе, у нас ничего такого и не расположилось. Также его можно попробовать включить и оценить углы обзора экрана и прочие моменты. И пока планшет включается, можем посмотреть, какие характеристики заявляет производитель. Весит планшет 265 граммов, то есть не такой он уж и легкий. И по размерам это 189, по длине, по ширине 109. И толщина у него 11 миллиметров. Разрешение экрана 1200 на 600, что, в принципе, стандартно для такого рода планшетов. Диагональ 7 дюймов. Опять-таки, что стандартно для дешевых планшетов. С большей диагональю еще никто ничего не выпускал. Но матрица заявлена как TFT IPS. И обратите внимание, я сейчас его из угла в угол перетаскиваю. И логотип, он, в принципе, виден с любого угла. И вот планшет включился, а углы обзора от этого особо не поменялись. И, глядя на его экран, в принципе, какого-то ярого такого зерна у него не замечается. Все более-менее показывается очень даже неплохо. Поэтому, ну, допустим, допустим, все-таки планшет заявлен как для водителя. И за такую цену экран у него очень даже неплохой. И давайте перейдем дальше по обзору. Вообще, в этих планшетах меньше всего хочется разговаривать о камере. Но раз она есть, то давайте ее запустим. И пока она запускается и показывает нам черный экран, расскажу о ее характеристиках. Основная камера у него 2 мегапикселя. И фоткает, соответственно, с разрешением 1600 на 1200. И снимает видеоролики в VGA качестве. Это разрешение 640 на 480. И также есть фронтальная камера для каких-то видеоразговоров с разрешением 0.3 мегапикселя. Я сделал пару фотографий, так как я считаю, что, в принципе, эта камера не заслуживает как-то их больше. И также решил чуть-чуть поиздеваться. Я, опять-таки, на это хваленое крепление прицепил планшет, завелся и поехал. В принципе, там на снятом многое. Я не считаю нужным тратить ваше время и вставлять видеоролик полностью. В принципе, вы его сейчас видите на экране. И вам все понятно. Ну, конечно, естественно, крепление трясется из-за наших суровых российских дорог. Но более-менее все понятно. По настройкам камеры здесь, как вы видите, можно выставить геотека для всего. Также фотокамера предлагает нам, опять-таки, выставить качество фото. Есть поддержка непрерывно съемки и автоспуска. Также в разделе «Видео съемки» есть два режима записи звука. Обычные совещания, что, конечно, удивительно. Есть возможность замедленной съемки, что еще больше удивительно. И возможность выбора качества. В принципе, все. С камерой мы закончили и идем дальше. С коммуникациями тут тоже очень даже стандартно. Планшет поддерживает 2G и 3G. 3G на частотах 900 и 2100 МГц. LTE, как говорится, сюда не догрузили. Также есть поддержка Wi-Fi в стандартах B, G и N. Но, в принципе, сомневаюсь, что кому-то эти буквы говорят о многом. Поэтому давайте просто-напросто возьмем и посмотрим, сколько он у нас выжмет по Wi-Fi. У меня на роутер заведен канал в 100 Мбит. 100, честных, очень даже Мбит. Сам роутер также прокачивает это все дело очень даже неплохо. Но, как мы видим, реальная скорость, которую данное устройство развивает у нас, 15 Мбит на прием и 15 Мбит на отдачу. С Wi-Fi, я считаю, он работает как-то несерьезно. Тестирует он до сервера в той же самой области, где и нахожусь. А, допустим, тот же самый ноутбук, подлеченный по Wi-Fi, на который я сейчас пишу звук, он показывает ту самую скорость 90-95 Мбит. Также есть поддержка Bluetooth, и в 3G скорость может развиваться до 21 Мбит в секунду. Именно такой у него стоит модуль. Больше, в принципе, планшет похвастаться ничем не может. Ну, кроме, естественно, навигации, которая у него стоит, я вышел в машину и при помощи программы GPS Test протестировал его. Давайте сейчас посмотрим на это. И вот я вышел на улицу протестировать GPS, ведь это все-таки планшет для водителя. И экран, в принципе, виден, но не так, как хотелось бы. GPS Test, давайте запустим. Посмотрим, что он найдет. И пока он стартует, мы, в принципе... Кстати, да, он уже запустился, и мы видим, что в зоне его видимости 10 спутников, и используется 7. Также у меня магнитола на процессоре ROG Chip. Как раз для сравнения мы стоим в одном месте. На магнитоле активная GPS-антенна, усиленная святой силой изоленты. Синий. И, в принципе, работает все одинаково. Поэтому планшет для водителя может вполне себе называться планшетом для водителя. За довольно короткое время он нашел спутники. И именно в конкретных условиях на два разных устройства ловится все где-то одинаково. Только, к примеру, здесь я вижу, что виден 44-й спутник. А, ну теперь его не видно. Хотя нет, очень даже видно. То есть здесь прыгают немного другие. Ну да ладно. Все, с тестом GPS заканчиваем и возвращаемся за стол. Ну а теперь мы снова вернулись в студию и готовы продолжать обзор далее. По быстродействию также мы можем посмотреть. У меня был скачан Antutu. И уже сделан бенчмарк. И планшет набрал 18 тысяч попугаев. Что очень даже неплохо. И также обычно в Antutu мы смотрим какую-либо информацию о нем. И в целях читабельности давайте мы сейчас чуть-чуть под увеличим. Чтобы буквы были различимы. Ну и, кстати, вот в этих дешевых планшетах больше всего я ненавижу то, что экран очень сильно глянцевый, очень сильно видны отпечатки пальцев. Поэтому вы уж простите за эти неприятные разводы. Но, в принципе, ничего с ними поделать не могу. Итак, мы видим процессор MTK8132C. Он двухъядерный с частотой 1,3 ГГц. Далее, видеоускоритель стандартный Mali-400 для бюджетного сектора. Это очень даже неплохо. Игры должны здесь идти нормально. Мы их потестируем чуть позже. Гигабайт оперативной памяти. Ну, тоже золотая середина. И внутренний накопитель у нас заявлен как 8 ГБ. И доступно у нас около 5. Ну, около 4 даже, скажем так. И, в принципе, больше у нас здесь никаких полезных сведений нет. Стандартный набор датчиков. И, в общем-то, и все. Давайте теперь пробежимся по остальным бенчмаркам. Итак, вот результаты обновленного Geekbench. В одноядерном режиме 356 очков и в многоядерном 588. Кстати, да, Geekbench неожиданно обновился. И тесты теперь занимают очень продолжительное количество времени. Также появился еще один тест, как я понимаю, на графику. И я его запустил. Ну, посмотрим через сколько времени он будет готов. Как мы видим, сейчас у нас еще ни одного процента не готово. Ну, ладно, посмотрим. И вот, какие результаты он показал во втором тесте. Некий рендерскрипт у него отрабатывает на 300 очков. И есть таблица сравнения. Ну, здесь как бы сравниваются какие-то топовые устройства. Так что, в принципе, с Geekbench мы заканчиваем. И, кстати, отопительный сезон еще не начался. Думал, раз тесты шли долго, можно будет погреться. Но данный планшет не сильно-то и нагрелся от этих тестов. Поэтому с перегревом здесь проблем не замечено. Ну, и давайте пройдемся по играм. Начнем с Т-триггера. В принципе, он на Mali-400 запускался всегда. И проблем каких особо либо мы не испытывали. Поэтому давайте сейчас просто по-быстренькому пройдем первый уровень. У меня на планшете root доступ не получен. И поэтому измерять FPS нам просто-напросто нечем. Но давненько я не снимал обзоров на планшеты. И я сейчас осознал одну такую вещь, что на планшете-то с 7-дюймовым играть очень даже неплохо. И вот сейчас на запущенном Д-триггере я еще понимаю, что каких-то сильных фризов не замечено. Игра идет очень даже достойно. И проблем при игре не возникает. Тач почему-то отзывчивый, хотя он вполне себе и обыкновенный. Но, в принципе, наверное, частота кадров могла быть чуть-чуть пошустрее, потому что все-таки маленькие фризы, они чувствуются. Но мы опять-таки вспоминаем, что планшет у нас, в принципе, обошелся нам в 3800 рублей. А на сайте сейчас, если я не ошибаюсь, ценник еще меньше. То есть планшет-то он вообще из разряда бюджетных. Это не какая-то там игровая модель с процессором Nvidia Tegra. Это, опять-таки, бюджетка на МТК, причем на МТК двухъядерном. Ну, в общем-то, первый уровень успешно пройден. И мы смело можем заявлять, что какие-то простенькие 2D-стрелялки у нас идут вполне себе неплохо. Давайте перейдем к следующей игре. И продолжаем ходить по играм. На самом деле, для вас я всего лишь переместился на следующую игру. Но, по факту, тогда, когда я снимал обзор, планшет предложил обновить мне асфальт, который мы сейчас, кстати, запускаем. Обновиться он не смог, потому что не было памяти. Он был под завязку забит. Потом, когда я заново начисто снес игру и начал ставить, он выкачивал гигабайт кэша. После каждых 100 мегабайт он сбрасывался, предлагал перекачать. Перед началом перекачивания он, слово, проверял необходимую контрольную сумму файлов. И хоть в этот планшет и флешка вставляется, как я понял, работа с карточкой здесь реализована неправильно. И проблема с установкой игр, скорее всего, есть. Я, конечно, могу ошибаться, но мы, в принципе, в будущем этот момент рассмотрим. Я вам покажу, и, быть может, вы в комментах мне объясните, в чем я неправ. Потому что я заметил на ютубе очень-очень много умных людей в комментариях. Посмотрим, как это получится в этот раз. А пока что у нас загружается тот самый асфальт. Но, так как я его когда-то запускал, скажу на словах, что асфальт идет. Опять-таки, у меня здесь не получен рут, поэтому... ...количество кадров в секунду мы с вами замерить не сможем. Зато мы можем успешно разбить машину. И поехать дальше. Ну, как бы, я считаю, что даже первых 10 секунд достаточно. То есть, динамичная картинка, она как-то меняется. Планшет каким-то образом не влезает в объектив камеры. Можно чуть-чуть. Ну, да ладно. Давайте теперь с этим мы разобрались. Покинем гонку. Выйдем вообще из игры. И, смотрите, вот я захожу в настройки. Далее мы идем в раздел память. У меня там стоит флешка на 16 гигов. Ставим диск по умолчанию для записи. Это SD-карточка. Как мы видим, на SD-карточке у нас есть доступное место. Потом предположим, что я хочу поиграть в танки. Мы запускаем эти самые танки. И игра хочет скачать кэш. Для начала он нам ругает, что у нас отсутствует интернет. Это, в принципе, проблема решаема. И после того, как у нас интернет появился, он ищет обновление и говорит нам освободить еще 3.1 гигабайта. Хотя карта по умолчанию для записи у меня выставлена флешка. Также давайте попробуем другой вариант. Ну, вдруг тут что непонятно, как работает. Поэтому давайте мы в разделе память выставим. Память по умолчанию это внутреннюю память. Также зайдем в танки. Скорее всего, их надо перезапустить. Но он там уже покажет другое число. И по факту у нас ничего не получится в них поиграть. Хотя показать я их очень хотел. Поэтому, скорее всего, рут на данный планшет надо получать. И каким-то образом перемещать игры на флешку. Или сделать что-нибудь подобное. То есть, как мы видим, все равно он просит нас освободить на 3.1 гигабайта. И с играми теперь уже все. Ну, здесь, в принципе, стоит Mali-400. И как они идут, понятно. Вопрос только теперь, как их устанавливать. А мы переходим дальше к обзору. И давайте поговорим с вами про наличие предустановленных приложений. И возможность их удаления. Как мы видим, есть предустановленный антивирус от мегафона. И, в общем-то, в принципе, как мы видели, я перетащил это все дело. И все у нас прекрасно удаляется. Также уже даже были предустановлены электрички. Ведь планшет позиционируется для водителя. Как же водителям без расписания электричек? Предустановлено приложение Auto.ru. В общем, на самом деле, мусора понаставили достаточно. Но это все дело удаляется из мегафоновского. Здесь ничего больше такого не вижу. А в этой менюшке все очень даже есть. Удаляется мегадиск. Ну и, в принципе, как я понял, удаляется весь остальной софт от мегафона. Давайте просто глянем, что здесь есть. Игры. Радар от мегафона. Просто личный кабинет мегафона. Яндекс.Маркет был предустановлен. Также офисный пакет. Polaris.Office. Ну и, в общем-то, из такого совсем ненужного. Вот еще Литрес. Читай. Ну и Яндекс.Яндекс.Браузер. Тоже, может, кому-то не совсем будет по душе. Яндекс.Такси. Также Литрес.Музыка, видимо, раз написано. Ну, в общем, чем дешевле планшет, тем больше непонятно, чего у нас предустановлено. Ну да ладно. В принципе, я все, что смог об этом планшете, рассказал. Давайте сейчас позовем Константина, он нам его разберет. Вот традиционная рубрика. Мы решили с Константином его разобрать. Правда, сегодня не у него в гостях, а просто у меня в гостях. Ну и новая модель, Ирбис ТЗ-55, буквально на этой неделе поступила в продажу в салоны Мегафона. И сейчас мы посмотрим, что там есть, что там творится внутри. Предположение есть? Так, болты в этом все-таки вкрутили. Типичный X-Play Hit все-таки? Нет, мне кажется, что уже нет. Судя по сенсору. Ну, сейчас ладно, не будем гадать. Не будем мучить зрителей. Это нам только осталось 2 секунды, а они сейчас ждать еще. Открывается так же легко. В этот раз все летит из рук, наверное, там сейчас что-то будет эпично. Что-то, да. Что-то не дает пока. На самом деле просто как бы все спешат. И Антон, и я. Ну, это да, такое бывает. Все, сейчас сделаем как бы чуть наспех. Вот здесь кажется... Нет. Все, как бы... Все, что и хотели мы увидеть. А почему не видно емкости батареи, кстати? Емкость батареи, на мой взгляд, где-то 3100 милиампер. Она просто может маркировать. Где настолько компетентно, что... А на батарейка приклеена, то еще снять, ну... Она приклеена, да, причем очень так это сильно. Сейчас я как бы не хочу его даже... Так, ну-ка, попробуем сейчас, наверное. Потому что, на самом деле, когда-то, недавно мы разбирали Osters T-72 от Megafone. И там батарейка была 2800, она была реально маленькая. Здесь батарейка, сразу видно, что она большая. Поэтому, если вы выбираете между двумя планшетами, то батарейка, я считаю, должна играть немаловажную роль. Сейчас раз и там тоже надписи нет. Такое тоже вполне может быть. Нет. 3200 милиампер, но я чуть-чуть ошибся. Да. Как бы здесь, в принципе, официально возможно и поставить и 3500 милиампер, как и в этом, ну, обратившись в сервисный центр куда-то, ну, в мастерскую, в любую. Ну, аккумулятор тут явно побольше. То есть, хватать его будет получше. Так, а Osters у нас был 2-симочный? Да. Ну, этот у нас 1-симочный, но также вижу опять распайку под 2 слота-сим. То есть, в принципе, можно будет попробовать нам с тобой его... Да, если она есть и прошивку, и впаять сложивку, да. Прошивку, я думаю, тут все зависит только от процессора. Найти подобный планшет с процессором, я думаю, там никаких проблем не будет тогда ни с сенсором, ни с чем, ни с дисплеем. А с тачи и дисплей здесь другой? Как бы тачи и дисплей тот же самый, что, как говорилось, да, эти X-Play Hit, Digma Hit, то же самое, что у нас стоит и в Osters. То есть, даже при... Ну, T8312CA, тот же самый процессор. То есть, в принципе, ну, прошивку можно... То есть, как бы можно взять, допустим, попробовать вот с данного Osters прошивку просто ввелить сюда. Проблем не должна возникнуть никаких. То есть, по факту, это два одинаковых планшета, а вот по поводу IPS-матрицы там интересно... По поводу IPS-матрицы, по идее, матрица вся та же самая. Не могу сейчас уверять точно, но, по-моему, это... Ну, это ладно, во время обзора можно будет уже глянуть подробнее. Ну, и где у нас тут прост, где оперативы, где флэш? Вот это у нас процессор MT8312, это у нас флэш-память 8 гигов, и вот это у нас оперативная память, размер, по-моему, 1 гигабайт, если я не ошибаюсь сейчас. Судя по маркировке, вот мы сейчас ее пробовали, как бы, пробивать. То есть, ну, как бы, планшет, так сказать, из бюджетных неплохой. С гигом оперативы это уже, как бы, достойно внимания. Учитывая, что все они такие подобные, как бы, шли с 512-ю оперативой. Ну-ка, Android-то мне 6-й, может, там и с флэшкой проблем не будет. Нет, Android-то здесь 5.1. Быть может, работа с памятью будет реализована здесь как надо. Ну, и, в принципе, больше здесь смотреть нечего, емкость аккумулятора узнали, плата стандартная, детали подходят от всех популярных планшетов, и он ремонтопригоден. А мы переходим к заключению. Ну, и хотелось бы как-то резюмировать это дело. Обыкновенно дешевый планшет, который Megafon позиционирует, как для водителя, но по факту для водителя здесь, в принципе, есть. Мало чего, сомнительная работа с флэшкой. Вы видели, как здесь устанавливаются игры. Подвис чуть-чуть при перевороте. Ну, это нормально. То есть, обычный середнячок за 3.850, в принципе, там особо лучше-то и нельзя найти. Тут грех чему-то придираться. Как говорится, надо пользоваться тем, что дают. Ну, с другой стороны, у него неплохой экран. В принципе, он подходит для решения каких-то повседневных задач. Опять-таки, планшет для водителя, скорее всего, на игры не рассчитаны. Ну, а выводы делал только вам и мне они тоже интересны. Пишите в комментах, что думаете об этом планшете и желательно больше одного слова. А если у вас есть какие-то вопросы, то также можете задать, пока этот планшет находится у меня. Подписывайтесь на канал, здесь еще будет обозреваться много бюджетных устройств. Также мы занимаемся разблокировкой. Обратите внимание, что данный планшет уже работает с сим-карты Beeline. То же самое можете сделать и вы. Для этого достаточно посмотреть видеоролик, аннотацию на который вы видите сейчас прямо поверх ролика, который вы смотрите сейчас. Ну и ладненько. До скорых встреч. С вами был Антон. Один из администраторов 3ginfo.ru Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...